Друзья, у нас тут новая плита. Такая маленькая. Готовим сейчас. Заснимем вам некоторые виды наши. Это у нас дача. Так, конечно, я очень много, суммарно, очень много лет провела в деревне, поэтому земля, природа, огород — это все очень моё. Покажу вам некоторые виды. Я сейчас готовить буду мясо и потом пойду запелить лук. Мы все с собой привозим, потому что это дача. Так, конечно, мы приехали. Многое было на своем хозяйстве. И я думаю, что у меня куда-нибудь тоже. Я дойду до этого этапа, и у меня будет свое хозяйство. Куры, рот. Кстати, кто хочет диетическое, можно мясо, в принципе, чисто так на воде готовить. Немного соли, и все. И витамины уже, да, чисто от сухо, от зелени. Соль тут крупная. Не могу мелко посолить. Поэтому сейчас буду в руку. Все, пойду за зеленью. Идемте вместе. Немного видов покажу. Так. Вот прям совсем немного, видите, совсем-совсем немного. Тут листья капусты. Вот это все. Трава, зелень. Там уже лук. Вот сейчас и того, и того немного дорву. Сегодня дождь еще у нас, обещаю. Пять кусок. У меня есть пять кусок, чтобы поработать. Вот. Отлично. Рукола, конечно, на самом деле. Рукола. Просто, смотрите. Ее просто со всех сторон объедают. Вот. И, конечно, после дождей очень много такого песка. У нас, кстати, в деревне никогда не было похожей зелени. Я это все уже потом, знаете, когда тут. Когда она появилась, вот рукола. И начали ее привозить. Например, в Украине. Раньше мы не видели, конечно, на полках. В магазине вот такой руколы. Базилийка, вот это все. Это была такая редкость. Где-то было, где-то нет. Ну, там, укроп, петрушка. Это самое ходовое. А вот эти вот все, собственно, такое новое. Относительно все. Кстати, интересный эффект. Вчера начала записывать видео по первой помощи. И просто этим занимаюсь. Это моя основная такая, основная деятельность. Я в этом 10 лет. И я до этого поела рукола, там, еще что-то. И у меня как будто бы я еще пилявлю. Я думаю, что это такое. В общем, мне кажется, что это какая-то трава. Вот такой эффект дала. Вот. Не знаю. Мама говорит, может быть, это щавель. Сейчас мы покажем щавель. Тоже все после дождя такое. Вот он. Щавель видно. Вот солнышко вышло. Хорошо сейчас. Вот такой. Видите? Три кустика. Но они прям так хорошо дают. А это, в общем, смотрите. Вот сейчас покажу вам. Будет видно, надеюсь. А здесь у меня тоже базилик. Я его купила в перекрестке. И мне так было жалко выбрасывать. Там корни уже пошли. Вот это все. Я его в воде подержала. И потом вот посадили. Вначале в другое место. Там не пошло. Вот сейчас вот такой вот он. Хорошенький. Так. Ну что. Щавель. Ой. Я вообще обожаю вот эту всю кислинку. На самом деле. Если вы. Важно балансировать. И такая вот кислинка в пище. Она всегда должна на самом деле присутствовать. В балансе именно. Пойдемте теперь к луку. Везде лук уже такой. Головки лука большие. Я иду к там где можно такие перья взять. Еще где не очень. Они большие. Но я все равно конечно любитель лука такого. Чтобы. Чтобы. Чувствовался лук. Я ножницами. Аккуратно. Мы в деревне аккуратненько. Знаете. Там каждый лук с чуклой. Здесь. Мы так себе позволяем. Ножничками. И вот это все вот работает. Немножко так вот. В режиме light отдыха. Все. Мясо уже приготовилось. Так. Приготовилось. Я кстати смотрите вчера взяла. Мы с мамой зашли. Пава пава. Индейка. 160 рублей. 500 грамм. Очень хорошее качество. Я не знаю. Уже два года наверное беру эту идейку. И которая. Именно фарш. Он самый недорогой. Там. Вы можете вот найти. Вчера была со скидкой. В перекрестке часто они ставят скидку. Когда уже близко к дате. Когда уже все. А у них вообще не небольшая дата. На самом деле срок хранения. Вот. Поэтому очень часто можно снуть на скидку. А так. 200 рублей они стоят. И мясо моментально готовится. Очень вкусное. И легкое. Вот. Кто хочет диету. Вот. Рекомендую очень. Либо. Ну вот. Я именно беру Пава Пава. Мне прям очень нравится. Я пробовала другие. Вот. Ну. На вкусный цвет. Да. Вот. Поэтому. Рекомендую. Рекомендую. А мы с вами. Я сейчас пойду помою зелень. И все. И все готово. У меня гречка сварена. Вот. В принципе все. Я короче мою вот в этом бачке. Потому что там вода теплее. И вначале вот это все вот отмываю в бачке. Вот. А вот это все. Потом уже это с проточной водой. Вспомнила, что у нас там еще зелень. Просто не часто приезжаем. В общем. Сейчас мы с вами сделаем нарезку. Очень мне нравится ножницами все это делать. А потом вот это монтироваться. Мне очень хочется делиться. Ножницами удобно. Я не знаю вот как режутся. Дома, конечно. Чаще ножом. Но здесь, на природе. Не знаю. А сколько из деревни вот приучено. Гораздо проще. Особенно знаете когда. Человек на 20. А там вот столько лука. И все. Большие минуты. И все. Чисто для себя. Я конечно любитель лука. Это вообще. Просто. Ну опять. Мы здесь на самом деле на лайте. Потому что. Когда мы в деревне плюли. Там совершенно другой уклад. И совершенно по другому все остается. Там с утра до вечера. И в этой. Труде. Бесконечном. Там у нас всегда было очень много людей. Вот. У меня есть социальные проекты. Например. Из-за жестов. В ютубе. В открытом доступе. Мы делали. Вот такой. Современный. Деньческий человек. Но. С душой. Деревенской. Вот. Так. Сейчас пойдем на это куда. Покажу. У нас самый мак вырос. Красота. Так. Здесь жимлость. Мы ее уже собрали. Заморозили. Поели. Так. Идем. 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 В общем. Я иду вон там. К разной травке. Вон мак. Видите? Какая красота. Я сейчас с другой стороны подойду. Так. Друзья. Все. Обед готов. Гречка. Мясо. Сверху зелень. Много лука. И вот. Помидорчик. На самом деле. Несколько помидорчиков там. Соседи угостили. У них теплица. Вкусноте еще. Всем. Кто сейчас обедает. Приятного аппетита. Помидорчик. Ставьте, SH- Уваженный. Приятного аппетита. А. Приятного аппетита. Списание. А.